только по его явному соизволению, соответственно его именуя. Ваше архивеликолепие. Вижу, Ваша милость в настроении шутить. Моюсь император может этого настроения не разделить. Достаточно, Ваше Величество, сказанное громко, выразительно и с почтением. Поклон! Император. Я думал, ты ни перед кем не склоняешь головы. Я не хотел, чтобы у Камергера были неприятности. Он славный мужик. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена. А значит... Молчи. Моя дочь Цирилла вернулась. И она в опасности. За ней гонится дикая охота. Найди ее и приведи ко мне. Ты уверен, Цири уехала очень далеко? Думаешь, я бы стал вызывать тебя сюда посреди войны, если бы это были досужие сплетни? Я думаю, что даже Император может ошибаться. Я и забыл, насколько ты бестактен. У меня нет ни времени, ни особого желания тебя убеждать. Это сделает Йеннифер после аудиенции. Сколько людей в твоем войске? Двадцать тысяч тридцать? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Оставь свою щедрость для тех, у кого войска сожгли дом. Я сделаю это ради Цири, а не ради твоего золота. Мотивы меня не интересуют. Только результаты. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Мерит. Проводи его к чародейке. Ваша милость, извольте пройти за мной. Прошу держаться в рамках приличий. Во дворце много почетных гостей, которых ваша милость... ...презирает. ...не должны беспокоить. Эй, ведьмак! С самого утра, а уже полдень. Спокойно! Простите. Ты знаешь, с кем говоришь, солдат? Я, Эрибар Взород, гнязь Силандр. Я, Аннеем. Раслиден, я аннехт эссунь. Насхэн, эсквейн. Аннеем, файл. Эсси, табжиде, аэсси, аннеем, матээнг. Эсси. Эсси. Ваша милость, как только... Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Геральт, в этом дублете ты потрясающе выглядишь. Жду не дождусь, когда смогу его снять. В других обстоятельствах я бы расценила это как предложение. И, может, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Ингера? Да, и похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цель и правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Чтоб меня. Она и вправду выросла. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил ее в Кайр Моргене. Многое изменилось. А вот ты ничуть. Как мне не хватало этих твоих неловких комплиментов. Но сейчас давай сосредоточимся на Цири. Ингер говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашняя. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации, и романтия, геомантия и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, не получилось. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам. Охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен ее найти, Геральт. Прежде чем это сделает дикая охота. Чего дикая охота может хотеть от Цири? Понятия не имею, Геральт. Я бы отправила им письмо с этим вопросом, но не знаю, куда писать. Мне известно не больше, чем тебе. Наверное, это имеет отношение к ее крови, к ее дару. А зачем он в дикой охоте? Об этом я и думать не хочу. Так где именно видели Цири? В двух местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В Корчме на Распутье спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Миригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэр Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Прежде чем мы расстанемся, почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Нет, это я была тебе не нужна. Вы, Стрис, замечательная пара. Йен, я потерял память. Правда, отличная отговорка. Давай не будем на эту тему. Если я еще раз услышу «все не так, как тебе кажется» или «теперь я понял, как тебя люблю», я за себя не ручаюсь. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обочью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Воратра. И Геральт. Я знаю, что кругом война, все такое, но не пытайся стать героем. Хорошо? Проверь эти следы и приезжай ко мне. Живым и здоровым. Я буду тебя ждать. Субтитры сделал DimaTorzok